Ребятушки, я получила наконец-таки свою посылку. Она ко мне очень быстро пришла. Вот эти вот классные-классные серьги, они вообще-то так классно смотрятся, особенно изумрудного цвета, прям так лицо выделяет. Я точно такой же заказала браслет, и он, браслет находится на Украине, а серьги находились в Америке, поэтому серьги ко мне пришли за 5 дней, а браслет сказали придет в течение 2-3 недель. Я еще жду браслет. Так что, да, у меня обновочки. Только что получила письмо от правительства насчет нашей бесплатной страховки. Честно, мне они уже вот тут вот сидят. Мы пытались оформить бесплатную страховку почти целый год в прошлом году, и мы ее только... мы начали ее оформлять 2019 года в августе, как только начали учиться, и нам ее одобрили в марте 2020 года. И сейчас они нас просят предоставить опять нужные документы, опять все про наши доходы, подтверждение того, что мы студенты, подтверждение того, что у нас нет работы, и все по-новой. Я только что выехала из дома, направляюсь в торговый центр, потом по пути заберу суши. Сегодня суббота, и с прошлой недели теперь я решила, что каждую субботу я буду поощрять свое похудение сушами. Самое главное, знаете, не злоупотреблять. Это касается вообще всего, как и диет, так и вкусной еды, так и обучения, тренировок. Все хорошо, но в меру, правильно? Вот, короче, у Дэниела будет день рождения в среду, и я еду докупать ему подарок. Так, я купила основную часть подарка в прошлые выходные, вот, и сейчас я еду докупать, наверное, самую главную часть подарка. Почти 9 часов вечера. Ой, девчули и мальчули, так не хочется ехать в тренажерку, что-то мне так разморило. Еще на улице такая холодрыга. Какая-то усталость накатилась. Как представлю, что мне надо приседать со штангой. В 7 поток все идет, потом тянуться. У меня, кстати, растяжки все стянулись. Но я сейчас потихоньку вхожу уже в форму. Я не садилась на шпагат с июля. В июле последний раз, когда растягивалась. С июля до декабря. Ну, можно сказать, до января. До 1 января. Я не садилась на шпагат. И вы не поверите, я еле-еле на него растянулась. Но я села, и мне очень было больно. Первый день очень больно. Я даже не могла 5 секунд просидеть. Ни на поперечном, ни на продольном. Очень больно. Все так стянулось. Сегодня четвертая неделя. Я на шпагат пытаюсь растягиваться каждый день. Ну, не пытаюсь, а тянуть каждый день. Почти каждый день. Вот, и потихонечку у меня назад приходит ко мне моя растяжка. Вот, конечно, это было очень плохо, что я столько пропустила, в зал не ходила, вес набрала, растяжку почти потеряла. Но, как без провалов, да? По-любому. Иногда случается. Записательство жизни, ничего с этим поделать не можешь. Но самое главное, что я начала все это заново делать, и нормально потихонечку ухожу. Потихонечку ухожу в курс. Панажерный зал. Я это сделала. Видите, совсем несколько машин стоит, не очень много. Паркуемся. Опа, приехали. Только что отъехала почта. Интересно, что мне там привезли? А это, знаете что? Это мой такой мини-комод для кухни. Сейчас попробуем его затащить. Вот так вот он выглядит. Девять ящиков под цвет моей столешницы. Я его поставлю вот сюда. Вот так вот. Потому что у нас очень много вещей накапливается, откуда я не знаю. И в кухне, в полках места совершенно не хватает. Знаете, особенно для кошачьей еды. Кошачья еда, собачья еда. Вот эти вот салфетки. Некуда класть. Поэтому я взяла такой вот классный комодик. Ну, потом покажу, что получилось. Комодик наш готов. Теперь же с Данечкой его будет привинчивать к стене. На всякий случай, если коты прыгнут, чтобы он не упал. And it's very smooth. Я не хочу, чтобы он не упал их. Аааа. Симбуля. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, я делаю коржи для медовика. У Дани скоро день рождения, поэтому я решила сделать мой любимый торт. Дэнил его никогда в жизни не пробовал. Медовик со сметаной. Данечка вам показывает коржи. Видите, я измеряю, чтобы у меня были ровные кружочки. Но я сначала не прокалываю. Милкой делаю дырочки, чтобы тесто не выбухало. И кладу его на противень. И буду выпекать где-то 3 минуты. Там уже вторая на подходе. Подождем еще 2 минутки. Вот это наши коржики. Смотрите. Таких у меня будет штук 10. Все это будет промазано сметаной. Как вкусно. Корж вытокся. Я его вырезаю. Круглой формы. Вот так. И остаточки собираю для того, чтобы украсить потом торт в самом конце. Дэнил, главное, берет отсюда кусочки. И говорит, ой, какой он безвкусный. Ой, какой он безвкусный. Ой, какой невкусный. Я такой торт не хочу. Я такой, ну окей. Не буду. Собаки съедят. И через пару минут прибегает еще одну горсть вот этих вот крошек. Забирает. Огонь же невкусный. Ой, такой невкусный. Как такой торт можно есть? Через пару минут прибегает еще охапку. Набирает к себе. В руки идет в свою комнату. Продолжение следует... Я доготовила медовик. Так вот он у меня выглядит. Честно, я не помню, сколько у меня слоев. Мне кажется, слоев 10. Сверху я раскрошила остатки коржей в блендере и обсыпала торт с боков и сверху. У меня, конечно, тут небольшой срач, но да ладно. Сейчас я торт убираю в холодильник. На стеноске он даже чуть больше получится, чтобы он хорошенько пропитался. Я приготовила два тортика. Один медовик, второй ягодный на йогурте сделанный. Потом еще на ягодный торт я нанесу такой, знаете, мини-дизайн. Вокруг сделаю самодельный джем. Размалю клубнику с сахарозаменителем. И по краям помажу. И выложу ягоды, наверное, по центру. Потому что мы такое придумаем. Вот, кстати, у нас опять смена планов. Мы хотели, сначала мы хотели отметить в среду. Потом мы все это перенесли на субботу. Даня, день рождения. Теперь мы опять в субботу принесли все на среду. Вот, сегодня мы решили, что ни в хокер-ресторану мы не пойдем. А я буду готовить вареники с творогом, с картошкой, с грибами. Потом салатик оливье. И у нас будет два тортика. Один медический полезный, а второй уже такой, знаете, насыщенный медовик. Конечно, я постаралась, ну, по максимуму, по максимуму сдержать неправильные продукты. Ну, как сказать, неправильный мед. По-любому, да, я клала. Вместо сахара я заменила. Вместо сахара я положила больше меда. Потом вместо сахарной пудры для крема я использовала пудру, но из сахарозаменителя. Я не знала, что у нас такие существуют. И я просто на нее наткнулась случайно в магазине. И написано, пудра 0 калорий, сахарная, но не сахара. Вот я попробую. Потом, знаете, иногда у заменителей у них присутствует такой вот странный привкус с горчинкой. Вот. И я сомневалась. Потом, ладно, буханула, все размешала, попробовала не отличить. Такое ощущение, что я туда насыпала реальную пудру из сахара. Вот эту же пудру я, кстати, использовала для ягодного торта. Я клала тесто, муку, понятное дело, масло сливочное. Но без этого никак. Вот сметанка у меня такая жирненькая для крема. Но, знаете, каждому по кусочку, а потом остатки, если они останутся, я заморожу. И разморожу на свой день рождения уже летом, в июне. И теперь новости по поводу нашего университета. Нам уже выставили, ну, не полный график, а примерно мы уже понимаем, где мы находимся. У нас будут экзамены все на кампусе. То есть нам нужно будет ездить в университет. В прошлом году мы сдавали экзамен каждый вторник. В этом году нам поменяли расписание. Мы будем сдавать экзамен каждую пятницу. Мы выходим в понедельник, у нас в следующий. И уже в пятницу, в этой же неделе, у нас стоит экзамен. То есть материал, который мы будем изучать в понедельник, вторник, среда, четверг, этот предмет длится у нас 4 дня в неделю. Весь будет находиться на первом экзамене. Вы представляете, какой объем они для нас готовят? Если бы это был только единственный предмет, окей, ну, проблем. Можно сесть, выучить, позубрить там 24 часа. Ну, не 24, конечно, я утрирую, но можно как-то адаптироваться. А у нас это не один предмет. У нас будет 4 предмета, еще один факультативный. То есть 5 предметов у нас будет. И по каждому предмету тоже там. Это не легкий предмет, это тяжелый предмет, где такие же задания есть. Экзамены, домашние, всякие проекты, которые у меня вот тут вот сидят. Это презентации, письменная работа, групповые активы. Здесь уже вот реально вот тут вот у меня. Я не знаю, как мы будем манипулировать наше время, чтобы все это успеть. Плюс они нас хотят, они хотят, чтобы мы ездили на лабораторки на все туда. На экзамены на все туда и на контрольные на все туда. Хотя бы лекции оставили онлайн. Но все равно, знаете, мне не нравится график, что мы сдаем экзамен в пятницу. У нас стоит в расписании с 9 до пол 11 экзамена каждую пятницу. Мне это вообще не нравится, потому что доказано многими учеными. И это уже проверено на нашем личном опыте. Чтобы материалу задержаться в голове, не только задержаться, а чтобы усвоить материал, нужно потратить на него 3 дня. Даже не заучивать, а просто если ты его просмотришь 3 дня, тщательно просмотришь, да, вот так вот не бегло, а тщательно. Ну, для Дэниэла может быть тщательно, для меня, если я буду заучивать 3 дня, только тогда у меня откладываются знания. Но как можно, даже дня не будет. В четверг лекция, в пятницу экзамен по этим темам. Это как? Когда учить? Вы серьезно? Да даже в среду, что мы будем изучать, недостаточно времени, чтобы это все выучить на пятницу. А в четверг, вы прикиньте? Дэниэл, о чем ты говоришь? Как разговариваю о нашем университете. Они каждый год меняют программу. Каждый год меняют программу, что-то добавляют, что-то убирают, меняют, перемещают. Знаете, единственное, что мне не нравится, у них нет выработанной программы. Если бы была выработанная программа, они бы каждый год не меняли, не перемещали ни нас, ни предметы. Не знаю, чем плохо сидеть дома, учиться, сдавать экзамены из дома? Уже нам все условия сделали, чтобы мы не смогли списать, но мы никогда не списывали. Но есть студенты, которые могут в любых условиях все равно умудриться списывать. Вот из-за тех студентов нас вызывают теперь на каждый экзамен в университет. И, кстати, к чему я веду? К тому, что так как нам теперь нужно будет туда частенько ездить, нам нужна наша машина. Покупать или брать в аренду машину мы решили, что это не самый лучший вариант, потому что, ну, дорого. 300, 200, да даже 150 долларов в месяц платить за машину, дополнительно какой-то взнос, дополнительные траты, это дорого. Поэтому мы завтра поедем в центр Тойоты. А Данил уже назначил встречу. Ну, не встречу, он, короче, записался, чтобы машину диагностировали, посмотрели вообще все, двигатель, электронику. То есть, а, да, я, чтобы всю машину просмотрели и сказали нам, в чем дело. Потому что машина работала исправно до сентября. Что потом произошло, я не знаю. Почему батарея не держится? Почему она выключается? Почему она заряжена? Но как только она вставляется в машину, она вырубается, она разряжается моментально. То есть, в чем проблема, мы не знаем. И вот поэтому мы завтра ее везем на диагностику и будем смотреть, что нам скажут после этой диагностики. Если нам починят, дай бог, мы реально хотим, чтобы нам починили эту машину, чтобы у нас не было проблем с перемещением, с передвижением. Вот тогда все будет нормально. Если нам ее не починили, то скажут, что нужно, ой, что-то заменять. Хотя уже все было заменено моим свекром. Если вы помните видео, он полностью поменял весь двигатель. То есть, он нам сменил все тоже, считает Адая и шины, и что только он нам не сменил. В марте прошлого года, и вот с марта до сентября машина работала исправно, а потом что-то произошло такое неважное, и машина начала глючить. Вот, так что завтра мы везем ее на осмотр. И надеемся, что нам ее починят. Если нам ее починят, то проблемы исчерпаны. Если нам ее не чинят, тогда будем думать, что на этом я буду прощаться с вами. Ой, я вам тут уже на 6 минут наболтала. Ладно, я ускорю свою речь, чтобы меня не слушать 6 минут. На этом я буду прощаться. И, наверное, до видео, где мы справляем день рождения Дани. Всем пока!